Приветствую! Сейчас на наших глазах происходит эволюция мобилизации. Мобилизация в Украине становится все более похожей на ту мобилизацию, которая предусмотрена действующим законодательством Украины. Что я имею в виду? Совсем недавно мы с вами говорили о приказе львовского областного коменданта, который наконец-то, спустя более чем полтора года, уполномочил представителей ТЦК и ЕСП проверять документы. Вот вдумайтесь, полтора года не было приказа коменданта, а документы как-то проверяли. Как же так получилось вообще? Странно. Теперь мы поговорим о другом приказе, о приказе, который был выдан в Закарпатской области. И давайте сейчас мы посмотрим его текст и разберемся с тем, кого он наделил какими-то полномочиями, что он значит для каждого из тех людей, которые находятся в Закарпатской области, и что он значит для того, для нас всех, для нас всех. Давайте смотреть этот приказ. Сейчас на экране вы видите решение Закарпатской областной военной администрации, в которой внедряются отдельные меры правового режима военного положения. Ссылочку на него я оставлю в описании, чтобы вы могли с ним ознакомиться более подробно. Итак, что мы здесь видим? Первое, что они предлагают. Из 1 грудня 2023 года на период действия военного состояния на территории Украины запровадить переверку документов о оси на территории Закарпатской области соответственно порядку в изначенном постанове КМУ номер 1456. Но, на мой взгляд, прекрасное, прекрасное решение спустя более чем полтора года все-таки внедрить на территории Закарпатской области проверку документов. И я так понимаю, что все это время никто же не проверял документы у людей в соответствии с этой постановой. То есть ни ТЦК, ЕСП, ни какие-то другие уполномоченные лица не проверяли эти документы. Далее, что они говорят? Пункт 2. Голові обласної державної адміністрації, начальнику ОВА спільно с начальником Закарпатського обласного ТЦК и ЕСП выдати спільний наказ, яким призначені коменданти в районі в Томіст, визначити їм завдання, повноваження і т.д. То есть, вдумайтесь, в стране более чем полтора года идут боевые действия, і вот спустя полтора года ми назначаємо комендантов. А дальше що? Зачем назначають комендантов? Комендантов назначають за тем, що по постановлению 1456, щоб кто-то почав проверять документы, комендант должен уполномочити це лицо. І вот здесь, в третьем пункте, ми видим, що вони пишуть. Уповноваженим особам, які визначені наказами комендантів, проводити перевірки документів у осіб, відповідно до порядку перевірки документів у осіб, бла-бла-бла, до постанови 1456. Здесь ми должны, вот знаете, дать громкі аплодисменти, громкую реакцію. Почему? А потому, что, повторюсь, спустя более чем полтора года, наконец-то вспомнили о том, как должна проводиться проверка документов во время правового режима военного положения. Спустя полтора года. Вот подумайте, друзья, если бы вы, вы на своем рабочем месте, о чем-то забыли всего лишь на полтора года, как бы отнесся ваш работодатель к этому, как бы вообще вас оценивали в профессиональной среде. Вопрос риторический. Но когда ты большой начальник, когда ты где-то аж на Закарпатье, да, руководишь военной администрацией, то в принципе это можно. У тебя много важных дел, которые нужно решать неотлагательно, да, вот более важные дела есть, и ты их решаешь, и на полтора года о такой мелочи можно забыть, как назначение комендантов, там, и уполномоченных лиц и так далее. Ну это, конечно же, я ерничаю. А что это значит для людей? Что это значит для каждого из тех, кто пребывает на территории, соответственно, на Закарпатской области? Это значит, что теперь, ну вот сейчас назначат комендантов, коменданты назначат уполномоченных лиц, этими уполномоченными лицами, скорее всего, будут представители ТЦК и ЕСП, и теперь они смогут на законных основаниях проверять документы. Что имеется в виду на законных основаниях? Военное положение на сегодняшний день это не основание для проверки документов. Мобилизация – это не основание для проверки документов, а основания для проверки документов, они зафиксированы в постанове 1456. И только на этих основаниях уполномоченные лица могут проверять документы. Ссылочку я на эту постанову оставлю в описании к данному видео. В своем телеграм-канале я выложу вот этот перечень оснований для проверки документов, чтобы вы могли там подробнее зайти, ознакомиться, возможно, заскринить и с собой носить. И требовать от уполномоченных лиц назвать, а какое же основание для проверки документов. Что вся эта ситуация значит для всех остальных, для тех, кто не живет в Закарпатской области? Для нас это значит следующее. Скорее всего, это все придет и к нам. И в тех областях, где еще нет таких приказов, скорее всего, теперь будут наконец-то появляться эти приказы. И, соответственно, взаимоотношения между человеком и государством в контексте мобилизации, в контексте проверки документов, выдачи повесток, наконец-то начнут упорядочиваться таким образом, который предусмотрен действующим законодательством. И я надеюсь, что, может, все-таки государство наконец-то осознало, насколько оно испортило вообще отношение людей к мобилизации. И теперь пытается исправиться в этом вопросе. Но хорошо бы было, чтобы исправлялись не только вот этими приказами, а еще, может, и приговорами в отношении тех представителей ТЦК и ЭСП, которые нарушали права человека. И это зафиксировано. Есть уголовные производства. Теперь бы их хотелось довести до конца. Ну, а на самом деле нам бы очень хотелось, чтобы наши политики занимались не вопросами мобилизации, а направили все свои силы на достижение мира, на прекращение боевых действий на территории Украины. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, либо вы разделяете мои мысли, ставьте лайк этому видео, поделитесь им по возможности и подписывайтесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там информации гораздо больше, и появляется она оперативнее, чем в YouTube-канале. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.